Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу представить вам айлайнеры Арифлей, которые есть в моей косметичке, которыми пользуюсь лично я. Могу представить их и высказать свое мнение об этих айлайнерах. Отношения у меня ко всем ним одинаковые. Они все для меня хороши. Но давайте начнем с этого айлайнера Giordani Gold. Это предыдущая версия, отличается от нынешней в каталоге. Как видите, упаковочка страдает тем, что краска с нее слезает. Все в одинаковых условиях у меня лежат в косметичке, но вот этот вот облупил с ней. Я думаю, что не... Потому что я особенно неаккуратно обращалась с ней. Так. Этот айлайнер отличает тонкий-тонкий аппликатор. Им можно наносить тонкие-тонкие линии. И формула хорошо застывающая, силиконистая. То есть, если вы наносите этот, делаете контур этим айлайнером, то он никуда у вас не смоется. И у этой особенности несмываемости, хорошей быстрой застываемости, есть обратная сторона медали. Состоит она в том, что если она попадает на ресницы, то она их склеивает. А на ресницы она попадает стопроцентно. Ну, таков вот не совсем презентабельный, но вполне себе хороший айлайнер. Видите? Быстро застывает. Можно делать тонкие линии. Благодаря тоненькой-тоненькой кисточке можно проводить... Можно корректировать линию, исправляя недостатки. Вот. В средней по цене основной линии Reflame Beauty есть такой Wonder Liner, он называется по-английски. По-русски он назван подводка для глаз ультрадинамика. Вот такая вот конической формы. В принципе, форма не оригинальная. Есть она и у других брендов. А оригинальная здесь в аппликаторе. Аппликатор имеет вот такую форму. Остроконечную. Вот. Надо снять. В общем, фишка в том, что, если вам надо провести тонкую линию, вы выставляете на веко острый кончик этого аппликатора. Да, боже мой. И рисуете тонкую линию. Если вам надо широкую линию, вы поворачиваете ее боком и рисуете вот линию широкую. Так. Еще раз тонкую. Так. Очень такая густая формула. То есть, очень полноцветная. Без всяких пробелов. Хорошая пигментация. Скажем так, плотность покрытия высокая. Очень она полюбилась сразу же потребителям, когда вышла. Потому что ею можно делать макияж в стиле 60-х годов. С такими стрелочками. Четкими и широкими. Вот. Подводка для глаз. Ультрадинамика. Под таким названием в каталоге. Вы найдете ее. Так. Дальше такой немножко продукт, который вызвал волну обсуждений на Аури форуме. Ну, наверное, и других форумах, где косметика Ари Флэм обсуждается. Айлайнер Верими Кликет. Ну, вообще, вот два слова о системе Кликет. Вот в бренде Верими Ари Флэмском есть такая система Кликет. Удобна она тем, что вот с помощью вот этого коннектора можно собирать, можно делать любые комбинации. Вы можете сюда присоединять туши, подводки, блеск для губ, жидкая помада. И парфюм есть в этой коллекции Кликет. Вот. И такая элементированная выходила подводка, айлайнер с названием цвета фиолетовый. Ну, фиолетовый это очень, ну, как бы он в тренде уже последние несколько лет. Ну, и вообще, это такой цвет интересный, независимо от моды. Всегда находятся его поклонники этого цвета, сторонники и противники. Ну, так вот, если вы заранее не прощупаете эту тему, то вы очень сильно обманетесь. Потому что подводка под названием фиолетовый цвет имеет вот такой. То есть, чистейший розовый, даже без намека на сиреневость, да, что можно было бы там списать на, то, что ее назвали фиолетовым, можно было бы списать на трудности перевода. Здесь даже близко не пахнет. Ну, единственное, что какое-то оправдание я нахожу, то есть, в каких-то языках лилос. Фиолетовый обозначается цветом лилос, а в других языках это же слово означает там сирень. А сирень может быть, да, такого цвета, такого цвета и розового сирень бывает. Вот единственное оправдание, которое я нахожу этому недоразумению. А так, подводка неплохая. И вообще, вот в серии Кликетворение очень хорошие подводки, таких обычных базовых цветов. Ну, то есть, из базовой коллекции синие, черное, синее, зеленое, коричневое. Они просто на 5, потому что здесь хорошая кисточка, более-менее вменяемый такой объем 3,5 мл. Ну, то есть, вот форма компактная и вроде бы и хватит надолго, да. Цвет сам по себе хороший. Вот, назвали бы они его розовым, чтобы не обманывались покупателей, не было бы какого-то негатива. Ну, то есть, хочу предостеречь, выбирая фиолетовую подводку, будьте внимательны. А тот ли это цвет? То есть, если вам нужна розовая подводка, берите Веримик Кликет айлайнер фиолетовый. И наоборот, если вам нужен фиолетовый, не берите фиолетовый Кликет Веримик. Так, толщину кисти мне показала или нет? Вот такая кисточка, да? Нет, на фоне лица лучше. Тоже можно проводить тонкие линии и такая шиммерная подводочка. Какие-то вот макияжи или просто в качестве жидких теней можно наносить этот продукт. А вот другой безупречный для меня и очень-очень мне полюбившийся, я его абсолютно всем рекомендую, продукт, айлайнер, по-английски его назвали металайнер. То есть, объединили два слова, что здесь эффект металлика и что это айлайнер. А вот этот у меня бирюзовые искры называется. Чем он хорош? Вот показываю, как наносится на веко. То есть, на веко он наносится идеально. Аппликатор здесь идеальный. Он не твердый, не мягкий. Ну, той твердости, которая и нужна. Проводить линии можно любые, какой угодно толщины. То есть, вот проводя тонким, наращивая ее линия за линией нужной толщины. Либо вот просто прижав кисточку боковой поверхностью, делать широкую линию сразу в один мазок. И вот такой замечательный эффектный блеск металлический. Так, в этой линеечке она лимитированная, к сожалению, и сейчас уже она пущена в распродажу. То есть, вы ее найдете в каталогах, иногда во вкладках, в дополнительных каких-то буклетах, в интернет распродажах. Вы обречены на покупку этого продукта со скидкой, если поймаете. В этой линеечке есть, кроме бирюзового, синий такой, замечательный синий такой, басильковый или электрик, как его лучше назвать. Цвет серебристый и черный. То есть, берите, я бы взяла все четыре цвета для себя и знаю, что это мне надолго пригодится, я такой макияж приемлю. Теперь дальше. Теперь в этом же обзоре я представлю два каяла. Это хорошо пигментированные карандаши, которыми можно проводить контур по внутреннему веку, то есть по водной линии. Эти карандаши обладают прекрасной пигментацией. То есть, у вас не будет проблем никаких с нанесением цвета. Сразу густо ложится цвет. То есть, обычный деревянный карандаш. Очень мягкий, ничего не травмирует. Ну и можно, естественно, работать не только по водной линии, но и по коже. Так, это был карандаш белый, но в каталоге он называется бежевый. Ну, вернее, отражает его суть название английской нью. По-моему, этот каял называется городская классика, но я уточню, напишу здесь на экранчике. Так, и черный тоже, классический черный карандаш. Очень хорошо, мягко пишущий, прекрасно отдающий цвет. И тоже на водной линии. И вот как-то я в одном из своих видео говорила, что странно, что у некоторых этот карандаш не держится на водной линии. Он сползает через некоторое время, через непродолжительное, что у меня все держится. Да, это так, но используя... Это я говорила до того, как использовала черный карандаш. А теперь, когда я попользовалась черным, я поняла, о чем идет речь. То есть, на водной линии, да, он остается, но не полностью перекрывает, а сползает вот сюда, к контуру. Ну, то есть, основную эту задачу он выполняет, контур того, контур глаза остается четким. То есть, ради чего вы наносили этот карандаш на эту линию, ради четкого контура, эта задача так и остается. И скажу в оправдании Арифлеймовского каяла, что также ведет себя каял, который у меня есть от Estee Lauder. Он тоже не держится долго на водной линии, он тоже вот сюда к краю сползает. Так что, может быть, вообще это особенность того, что мы же все-таки... Глаз, он не сухой, он постоянно выделяет какую-то влагу. Я же забыла показать вот этот карандаш-фломастер, который у меня участвовал в видео о ньюдовом макияже. И он называется карандаш-подводка для глаз, тонкая линия. И в этой линии два фломастера, потому что это фломастер. Черный и коричневый, вот, соответственно, коричневый, о чем говорит корпус, а черная подводка в черном корпусе. Но фломастер это удобно всегда, это айлайнер, жидкая подводка для начинающих. Так, о его пигментации я уже говорила, что она неравномерная и такая как будто разбавленная водой. И такой она была с самого начала. Не знаю, возможно, я покупала продукт по распродажной цене и здесь что-то со сроком. Может быть не то, поэтому он так себя ведет. Ну, кстати говоря, произведено в Италии. То есть там, видимо, есть такой завод, производящий фломастеры для глаз. Вот. Ну, фломастер это в любом случае удобно, и если вам не нужна густая-прегустая формула, достаточно просто намека именно. Если вам не нужен такой густой графичный контур, четкая линия, а нужно именно оконтурить глаз незаметно, нюдово, натурально, то вот для таких макияжей как раз вот этот айлайнер будет хорош за счет того, что он не дает густого цвета и четкой линии, а лишь можно обмануть зрение окружающих, нанеся контур немного, не совсем там, где он у вас действительно есть. Так, ну вот, пожалуй, весь мой обзор, в котором участвовало 7 продуктов. Один я уронила. Делаю небольшой пост скрипту. Вот посмотрите на мои глаза на этом классу. Была нанесена подводка ультрадинамика, и вот вы видите, наблюдается сползание. Если у вас жирная кожа, то вот эта подводка, она имеет такую особенность, она не такая устойчивая, в отличие от айлайнера Giordani Go, который вот держится стопроцентно, уверенно, вы можете так проходить весь день, а она никуда не денется. То есть первоначально нанесенная линия так и останется таковой, такой же четкой, как вы ее наносили. А вот эта подводка, она, видите, все-таки стекает, отпечатывается. Вот имейте это в виду. Если у вас жирная кожа, то будьте готовы к тому, что вам придется постоянно каждый час смотреть в зеркало и подправлять эти огрехи. Желаю вам прекрасных выходных, если вы собираетесь на выходные, если вы собираетесь отдыхать. Желаю вам продуктивного рабочего дня, если вы собираетесь на работу или вы уже находитесь на работе. Также желаю вам красоты, счастья и удачи. Пока-пока. Ваше время. Субтитры сделал DimaTorzok